Музыка Оперативное совещание глава начал с информации о статистике заболеваемости COVID-19. Прирост заболевших за неделю составил плюс 7 человек. Начинаем наше оперативное совещание. Традиционно с обстановки с заболеванием коронавирусной инфекции. У нас за год всего заболело 259 человек. Прирост за неделю составил плюс 7. Выздоровели 227 и находится на лечении в настоящее время 28 человек. На сегодняшний день главная задача коммунальных служб запустить отопление во всем городе. Все учреждения уже подключены, остался ряд домов. Самая главная задача для наших женщин коммунальных служб на этой неделе это запустить отопление во всем городе. В первую очередь наши все школьные и дошкольные учреждения. Насколько мне известно, они уже все работают, функционируют. И директора школ и детских садов докладывают о том, что в группах уже 23 градуса температуры, что является комфортной температурой для обсечения детей. Остается еще ряд жилых домов, на которых проводятся ремонтно-восстановительные работы. И в ближайший день-два поступит отопление. Прошу всех жителей отнестись с пониманием. У нас традиционно в Электрогорске запуск отопления, это, наверное, целый такой процесс непростой, связанный с тем, что в Электрогорске нет котельных, есть всего лишь один источник тепловой энергии, это ГРС-3. Помимо этого есть еще пять направлений, которые обслуживают ТСК МОСЭНЕРГА. И, как правило, отопление появляется и функционирует только тогда, когда источник и тепловые сети выходят уже на гидравлический температурный режим. Будем надеяться, что на этой неделе все мероприятия завершатся и все нормализуется. В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем, телефон ЖКО СЕЕРГА 31621, ЖКО ЮГ 32185 и управляющей компанией Ленком 31042. Также работает круглосуточная аварийная служба 3176 и ЕДДС города Электрогорска 30402. Можно обратиться туда, круглосуточная. 1 октября будет отмечаться День пожилого человека. Вход будет производиться по пригласительным билетам. В субботу пройдет масштабное событие – открытие парка после капитального ремонта. У нас на этой неделе, 1 октября в 15.00 в Доме культуры пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Учитывая, что данное мероприятие будет проходить в соблюдении всех ограничительных мер, посетить можно строго по пригласительным билетам, которые находятся у нас в городском совете ветеранов, в общественной организации «Дети войны» и в комплексном центре социального обслуживания. Рассадка приглашенных будет осуществляться с учетом требований Роспотребнадзора. Ну и, конечно же, для наших почетных, уважаемых жителей старшего поколения выступят профессиональные артисты. Также на этой неделе, 3 октября, в субботу, в городском парке состоится открытие нашего парка после ремонта и реконструкции. Ну, напоминаю, да, что у нас в этом году, в общем, большой фронт работы выполнен по благоустройству нашего городского парка по программе Андрея Юрьевича Воробьева, нашего губернатора. Начало всех мероприятий с 14.00 до 19.00. Также в парке пройдут у нас мастер-классы, спортивные состязания, танцевальный марафон. На городском стадионе будут проходить массовые спортивные мероприятия, выступления детских и взрослых коллективов, дома, молодежи. Ну и закончится все огненным шоу. Оперативную службу тоже попрошу взять в работу данное мероприятие и сопроводить, чтобы не было никаких процессов. Согласно постановлению губернатора, внесен ряд изменений в меры, действующие на территории Подмосковья. Хочу сказать, что у нас, к сожалению, опять начинается рост коронавирусной инфекции в Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в меры, действующие на территории Подмосковья, для предотвращения роста заболеваемости. А именно, работодателям региона рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы. Жителям Московской области старше 65 лет, а также гражданам, болеющим хроническим заболеванием, рекомендовано по возможности оставаться дома. И в Московской области, конечно же, в нашем Электрогурске действует усиленный режим, маточный режим. Во всех местах общественного пользования прошу это учесть, эту информацию через СМИ довести до каждого жителя, чтобы у нас не было волны негатива, когда в магазинах выпускают без масок или не оказывают какие-либо услуги без предметов безопасности. По словам руководителя ЖКО «Север», в выходные была организована работа по запуску отопления. Все учреждения подключены, ряд домов находится без отопления. В прошедшей неделе работали в штатном режиме, в выходных днях, в связи с пуском тепла, была организована работа в выходные дни. Как уже ранее сказали, силами аварийной службы были запущены детские учреждения, то есть школы, детские службы, для нашей аварийной службы. Так что на данный момент, на сегодняшнее утро, значит, отключены дома по улице Советской, значит, 29, 30, 32, 44, это, значит, зона ответственности АСКО «Сенерго». По Советской 14, Советской 16, значит, идут работы в квартирах, там будет течь, значит, радиатора, я думаю, в течение часа там работы будут закончены. Значит, также в Советской 46, в квартиру 38, собственники влезли, значит, в систему отопления, сняли радиатор, сейчас наши мессилы будем все дела устанавливать. Также, я думаю, что уже заканчивается работа по Советской 37, там, значит, на Братке небольшой из Вещи появился, сейчас, думаю, сделают уже все. И Советской 41 начали уже запускать после вчерашнего отключения АСКО «Сенерго». Самое сложное, это по улице Ленина, значит, Ленина 53, дом по переселению, были, значит, сняты батареи, в нескольких квартирах батареи отсутствуют полностью, поэтому основные работы там будут достаточно долго истись, почему-то, по-прежнему, в течение, что объем работы большой. Значит, помп на Классона 5А и 5, тоже сложная работа со скрытием полов, потому что подвальных помещений нет, сейчас люди там занимаются. Сложный момент, Комсомольская 2, деревянный дом, где-то, значит, между этих перекрытий, в деревянных, трубы идут, где происходят вещи, в основном пока не получается, потому что люди отделали ванную комнату плиткой, и, в общем, все это пока сложно, но надеюсь, что сегодня мы эту проблему разрешим. Также, Калинина 15, значит, там надо делать вскрытие полов, и копать, значит, повисадник, посмотреть, где-то там будет потекать. И Комсомольская 2, там в квартире, ну, я думаю, там все сделаю. Вот данная ситуация, наверное, будет. Понятно, а вот Советская 32, 32, 29, 30, там ремонтная работа ТСХ проводит? Да, но они вчера, значит, у них была утечка, по-моему, в субботу, вроде бы они ее сделали, мы дома все запустили, они вчера опять останавливали. Возможно, что остановят Горького 35, Ухтомска 11, Ухтомска 17, они там вчера ничего не нашли, возможно, сегодня будем опять дома подвешивать. А мы же вчера ничего не нашли, идет утечка, а где, не знаю. То есть, он был спуском. Взял, по парту, так. Понятно. Максим Игоревич, ну, нужно было все-таки проработать вопрос, чтобы сегодня на ТСК были представители, и им у исполняющие обязанности. Вчера я по этому поводу вам напоминал. Вчера я... Максим Игоревич, садитесь в то кресло, тогда докладывайте, тогда за ТСК Мусэнергию. Хорошо, уточню, сейчас я пойду в ГРЭС, я пойду в ТСК все уточню. Что уточнять? Вчера они в выпускном порядке, все они подтвердили, что будем оставить. А то у нас получается, кому больше всех вопросов, те не приходят или прогуливают, или находят массу причин, чтобы сюда не появиться и не держать ответ. Это все происходящее. С горячей водой, насколько я знаю, да, проблемы у нас? На Горьково, на Томскому. Ну, да. Муть вонючая идет из-под корана, правильно? Мы сегодня, значит, вызвали лабораторию независимую, в которой идет анализ воды, которая идет из экрана культуры воды. Вот, приводили информацию, что вроде бы у них элеваторы проходили, с нами боли, поэтому нет подместа сетевой воды. Ну, пока так. Ну, точно надо, пока нет. Максим Ильич, до конца недели, мне без разницы, когда вы встречаетесь, до конца недели эту проблему нужно решить. Что вы хотите делать? Ночами работайте, элеваторы идите, собирайте, привозите. Они большая организация, у них полно филиалов в городах Московской области. Пусть привозят оборудование, меняют здесь. Люди страдать не должны. Задайте эти все вопросы, которые я сегодня хотел задать им сейчас здесь. Спасибо, Александр Анатольевич. Вопросов нет. Сотрудники управляющей компании «Электрогорск» занимались уборкой листвы и покраской, ремонтом детских игровых площадок. На прошедшую неделю я отработал штурмопережение, выполнял работу согласно исполненным заданиям, занимались уборкой упавшей листвы, покрасили, обновили площадку на Некрасово, отремонтировали, по вашей просьбе, площадку для ролеров в парке, покрасили ее вчера, у нас готово все. Я видел. Молодцы. Вопросы есть? Нет, спасибо. Финаловчик. У нас вот МОСОБЛ ЕРЦ, да, опять не пришло, в прошлом были оперативные совещания, а сейчас что? Все, один раз, засветились, достаточно? Все предупреждены. Раз квартал теперь будут ходить? В чем проблема? Все предупреждены. Написали принято. Что принято? А что сообщили, чтобы быть на плане... У меня полный стол заявлений на втором этаже от жителей. То за газ квитанции не проводят расчеты, то начисления непонятные какие, то ДНы непонятные какие, то люди приходят, стоят в очередях, там по 30, по 40 минут, по полтора часа, чтобы разобраться, никто ничего не может объяснить. Вчера прислали письмо о том, что кассу закрывают на Горькову 26 по техническим причинам. По каким причинам? Где они? Максим Ильич? Завтра они у меня на совещании будут. Фокусы дать. Ну, я не знаю, ну вы тогда вот за Анастасией Игоревну садитесь там и отвечаете, где сидят все эти коллеги на задней лавочке. Вставайте, отвечайте тогда, если только организовывать работу в СУЖКХ. Значит, у них генеральный директор Савельев такой там у них, Олег Юрьевич. Напишите обращение туда, что руководители филиала, которые обслуживают электрогор, систематически прогуливают. Масса вопросов, проблем с работой МОСОБУ и ЕРЦ на территории города, которые не решаются. И самое главное, я не знаю даже, как они их собираются решать. С начислениями, с этими ОДНами. МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» производили обслуживание и ремонт сетей наружного освещения. На прошедшей неделе работали согласно муниципальному заданию намеченных планов. Продолжаем содержание автомобилей, дорог и в общем пользование, в нормативном состоянии. Также обслуживание и ремонт сетей наружного освещения. Приступили к монтажу наружного освещения на улице Коржановского, в районе ДМ-22. Все остальное в рабочем порядке. По сообщению представителя СХРУ, пуск тепла прошел без аварий, с водой проблем нет. Всем доброе утро. Управляющая компания разговаривала в штатном режиме. Пуск тепла прошел без аварий. В выходные ходили, уже воздушивали сотрудниками компании. По горячей воде проблем нет. Небольшие проблемы по отоплению нет, перепады давления. Между прямой и обраткой идет 4-6 атмосферы. А так вроде остались единичные случаи. Ну, вот, постоянные. В ходе воздушивания, сейчас, в принципе, все на нем. Вопрос есть? Нет, спасибо вам очень. Спасибо. Коллеги, а вы почему поздавите? Директор ждали. И где директор? Директор нас послал. Мы бы его тоже подождали. Послал, так послал. Ну, рассказывайте. Рассказывайте. Надо же рассказывать. Сейчас работа ведется на 32А. 44-й дом запустим. Постараемся запустить через 37-й, пока там аварийная на трассе. Останется не в работе, только 29-й и 30-й. Это все на сегодняшний день, да? То, что есть? А это все вообще у нас последний. Остальное все решили, да? Решено. Да. Хорошо. Тогда встречный вопрос. Что с перепадом давления в гидравлике? Ну, вопрос не к нам, как раз. Ну, есть перепад гидравлик? Как? На сегодняшний момент с утра было, значит, 3,5 на 2,5. 3,5 прямой на магистралях? А как вы собираетесь запустить? Ну, это я смотрю по полю. Ну, это какое участок? Пять галинов. Там как минимум пять даже у нас. Шалатонову свяжитесь сейчас, да? Вы же сейчас едете, да? К Андрею Леонидовичу-то? Шалатонову. Галиновичу. Я на конечном. Понятно. Коллеги, еще встречный вопрос. Вот масса вот этих аварийных ситуаций повлекло вскрытие благоустроенных зон. Асфальтовое покрытие, парковки, дорожки, тротуары. Вот Ингельса до сих пор закрыт проезд. Что у вас в этом направлении? В этом направлении после завершения всех работ будет восстановиться благоустроительство. Завершение каких работ? Аварийных работ. Аварийные работы завершены же? То есть на некоторых участках возможно еще вскрытие асфальта. Поэтому после того, как все завершено, все восстановим. Понятно. Артемий Сергеевич, на контроле возьмите. Вопросы есть? Вопросы в ТСК море. Мы вчера решали в рабочем порядке. Сегодня сколько по времени вам необходимы последние военные ситуации устранить? Максимович, следите, подожди. Хорошо. Мы там встретимся сами. Все, 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 все. Спасибо. Хорошо, спасибо. О работе городского рынка и бани информацию озвучил руководитель. Доброе утро. Один из-за того, что в этом режиме занимаюсь уборкой территории, пригоряющей территорией парковки и тропой. Включение бани за выходные 250 человек. В бане за выходные было включение воды горячей. В субботу, с утра, когда обедный вопрос решили, все включили, все будет нормально. Все запустили. 5 октября рынок работы не будет. Будет наличие обработки рынка. Ну, так всего, в рабочем режиме все-таки. Хорошо, образ есть. Соблюдение масочного режима тогда уже сточить, контрольный на грани. Хорошо, но еще проведем с ними, с правосами, со всеми. В МКО «Ритуал» проводили работу с обращениями граждан. Учреждение работает в штатном режиме, работаем с обращениями граждан. В плавном порядке проводится уборка территории по графику и услугам. Многофункциональным центром МАИ Документы было оказано 804 услуги. 23 сентября наблюдались перебои в работе интернета. Ежедневно проходит санобработка учреждения. МФЦ работает в обычном режиме. За отчетный период оказаны 804 услуги. Также 23 сентября с 10.30 до 17.30 здание отсутствовало интернета. МФЦ работало на выдачу документов. Еще объявление для заявителей, что здание будет закрываться на санобработку с 11.00 до 11.30 и с 16.00 до 16.30 ежедневно. Это решение было принято полномочным МФЦ. В единую диспетчерскую службу поступило 195 вызовов. Главный врач городской больницы рассказал о работе учреждения ситуации с отоплением в дне донора. В больнице в штатном режиме отопления во всех помещениях находится на нормальных показателях. За выходные обратилось 32 человека. Сейчас на стационаре 71 пациент, 8 на дне, 31 по восточному, 32 при АПО. Также сегодня у нас проходит день донора, поэтому все желающие, кто еще не знает, они будут обратиться и сдать кровь в полном порядке. Также у нас остается сложная ситуация в плане приема врачей-терапевтов. Все возможные меры по привлечению мы используем, но, к сожалению, сейчас мы остались и с соседями. Все работают на максимальном своем уровне, поэтому пока совместительные тоже очень тяжело привлечь. И вот хотел бы тоже к нам обратиться за помощью в привлечении специалистов, потому что мы своими силами пока не справляемся. Любимая Викторовна, у нас есть такая возможность? Ну, будем пытаться. Будем сейчас решать. Все у вас? Да. Что у нас по вакцинации? По вакцинации в настоящий момент это выполнено 25% от плана. А должно было выполнено? Ну, мы отстаем, но вот сейчас, значит, вот мы вчера проработали с ответственными, в общем, кто отвечает за вакцинацию, поэтому, надеюсь, там за эти несколько дней мы, как говорится, нагоним. Как нагоните? Вы три недели нагнать не можете? Ну, это связано, опять же, связано с проблемой, потому что там же требуются специалисты, которые осматривают пациентов при вакцинации. Ну, там много нюансов, поэтому я сраблющий. Надеюсь, справимся и закроем все вопросы. Другой Александр, министр здравоохранения Московской области третью неделю подряд электрогурство ставят в красную зону по вакцинации. Третью неделю подряд. Если есть проблема, значит, нужно было ее решить за первую неделю. Или как-то перестроить работу других там отделений или других служб? Ну, мы знаем эту проблему. Выделить дополнительные часы. Насколько я знаю, что проблема даже больше не в людях, а в том, что вы вовремя не заказали вакцину. Нет, вакцина у нас приходит по приказу, поэтому там четкую вопрос. Из аптеки со склада мы забрали вовремя вакцину. Из аптеки со склада? Да. Ну, я, конечно, узнаю, потому что, насколько я знаю, что там конкретные дни расписаны согласно распоряжению. И обозначить дни, когда мы должны забрать эту вакцину со склада. Кто у вас отвечает за вакцинацию в больнице? Ну, у меня отвечает главный сестер Академия. За поставку лекарств отвечает за ведущую аптеку. Ну, что, за три недели нельзя работу выстроить, так что в электробырске светился в красной зоне? Денис Олегович, вот сейчас этот вопрос я выясню и вам докажу. Вот сейчас у нас будет через полчаса видеоселектор с губернатором. Будут докладывать опять о том, что в электробырске срывается вакцинация. Мне что сказать? Что у нас в аптеке лежит на складе, вакцина ее просто не забирают? Ну, первую неделю, ладно, промолчали. Вторую неделю, ну, ладно, там, бывает. В третьей неделе это уже систематическая проблема. Вы лично-то заинтересованы в вакцинации населения? Ну, естественно. А что для этого делать-то будем? Ну, я сейчас вот этот вопрос выясню, потому что я, к сожалению, для меня это сейчас вот новость, которую мне сказали. Ну, мы больше знаем, что у нас там происходит. Ну, вот я хочу это выяснить, да, и выяснить, кто, как говорится, нарушал данное распоряжение. Людмила Викторовна. Николай Александрович, у нас кончилась детская вакцина, то есть выполнена вакцинация по детству на 100%. Скажите, пожалуйста, заказана детская вакцина, потому что план у нас большой, и мы выполнили только на 39%. Вчера пришли разнарядки по количеству, я вам сегодня после оперативки 2 года. И по взрослым нужно тоже заказывать, потому что у нас осталось 555 вакцинации. Людмила Викторовна, вы, курирующий заместитель, который вопрос здравоохранения, да, все обслуживает. Вот я вас прошу, одевайте белый халат и в помощь молодому человеку. Пусть выходит из кабинета, из зоны комфорта, и идите, прививайте. Если за 3 недели не можете разобраться. Все понятно? Да, все понятно. Спасибо. В отделе образования были подведены итоги муниципального этапа областного конкурса «Педагогический дебют». Продолжается школьный этап Всероссийской Олимпиады. Прошли региональные диагностические работы. Доброе утро. В течение прошедшей недели все подведомственные учреждения функционировали в штатном режиме. На прошедшей неделе были подведены итоги муниципального этапа областного конкурса «Педагогический дебют-2020». Победителем конкурса стала Троцевская Дарья Алексеевна, учитель физической культуры школы номер 14. Придером конкурса стала Спальцова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов школы номер 14. На сегодня продолжается школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И на прошедшей неделе в дистанционном формате было проведено 7 олимпиад. С 22 по 24 сентября у нас прошли региональные диагностические работы во 2-4 классах, 24 сентября – 10. Также в течение недели проводилась диагностика «Готовность к школе в первых классах». С 21 по 25 сентября во всех образовательных организациях прошла неделя безопасности дорожного движения. С 25 по 27 сентября команда учителей школы номер 16 принимала участие в полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего». Выезжали в Москву. Это были преподаватели Логинова Ольга Николаевна и Грудина Наталья Михайловна. Представляли наш город Электрогорск в команде «Подмосковье». И в заключение результаты игр электрогорских команд первенцы городского округа «Полоский пасад» по футболу. Эколаб Филимонова 2-1, счет «Боевое братство Арсенал 2-3», ФК «Вымпел» Филимонова 2, счет 3-2. Остальные вопросы в рабочей порядке. Представитель отдела опеки озвучил важную информацию, которая касается приема жителей. Хотелось бы еще раз повторно привести информацию до граждан, что на основании распоряжения Министерства образования Московской области все территориальные органы опеки Московской области с 15 сентября осуществляют прием граждан один раз в неделю. По понедельникам с 8 утра до 21 часа вечера по предварительной записи на сайте «Полоский пасад опека Мосрех». На основании постановления губернатора Московской области на сегодняшний день консультации граждан мы производим максимально онлайн, обзванивая граждан, которые записались на прием в отдел опеки. Что касается городского округа Электрогоск, прием граждан осуществляется один раз в месяц, это первая неделя месяца, еженедельно. Данный прием граждан, опять же, основан на основании распоряжения Министерства образования Московской области. Также можно записаться и по электронной почте на прием, и по телефону, который указан на сайте отдела опеки. Что касается приемных родителей и опекунов. У приемных родителей и опекунов есть кураторы семей, которые всегда на связи, поэтому с ними можно предварительно обговорить и записаться к ним на прием дополнительный кроме или недельника. Это первое. Второе, Денис Олегович, мы находимся в красной зоне по обеспечению жилым помещением на территории городского округа Электрогоск. В этом году у нас четыре ребенка должны быть обеспечены жилым помещением. На сегодняшний момент у нас еженедельно проводятся оперативные совещания во главе замминистра Булатая Великима Сергеевна по обеспечению жилым помещением. Мы знаем эту проблему, занимаемся, портянки на лену у нас там решают. Виктория у нас здесь? Нет Виктории? Насколько я знаю, там подобрали уже жилые помещения, и сейчас в ближайшее время сумма пройдет, и все будет предоставлено. Обращаются в отдел опеки, сами дети интересуются. По дорожной карте мы находимся в красной зоне, и дети интересуются. Мы, конечно, сдерживаем это на площади. До конца года все будет предоставлено. Вопрос только в том, что не мы не закупаем квартиры, а мы выходим на торги, и никто не выходит. Или те предложения, которые скидывают за эти деньги, там откровенно не совсем благоприятные условия для того, чтобы, мне даже совесть не позволит здесь вручать ключи от таких квартир, которые мне скидывают, и там риэлторы показывают, будете брать или не будете. Какие-то оторванные полы или потолки там все ушатанные. Ну как можно ребенку дать такие квартиры? Поэтому это занимает время для того, чтобы подобрать нормальный вариант, чтобы было не стыдно и были комфортные условия для проживания. Поэтому вся проблема только в этом. Насколько я знаю, что уже такие квартиры подобрали. Хорошо. Остальная работа по плану и работаем всеми состоящими отчетами, с капинами, с учетами, с обращением к каждому. Как сообщил начальник территориального отдела номер 14 Госадмтехнадзора Московской области, к административной ответственности были привлечены организации по факту нескошной травы. Предписания отправлены. В рамках военных нарушений на прошедшие недели были привлечены к административной ответственности организации по факту неоткоса полосы от вода железной дороги в районе платформы 40 километров. Также нарушение изоляции по линии теплосети полосы от жанов. Также направлены предписания по следующим фактам. Належащее содержание омолокаритурных форм по улице Горького и Ухтомского, ненадлежащее уборка внутри дворового проезда зону зеленых насаждений безымянных, ненадлежащее состояние содержания физкультурно-здоровительного комплекса по Ухтомскому. Значит, административное производство по факту належащего содержания прилегающей территории объектов теплосети по Укт-Томску, належащего содержания объектов в процессе производства работы по офису Советскому 810. В части аварийных работ, которые проводим в текущий момент ТСК, прошу направить в адрес терротдела ордера на проведение аварийных работ. На минувшей неделе пожаров на территории города зарегистрировано не было. Отделом полиции зафиксировано два факта мошенничества с использованием банковских карт и 40 фактов нарушения общественного порядка. На прошедшей неделе масса правонарушений и преступлений, сообщение, у директора города занимались заслуживания два факта мошенничества с использованием банковских карт. К сожалению, несмотря на проводимую работу сотрудники Утроевского отдела полиции, к сожалению, подобные факты еще пока имеют место быть. Когда мошенники звонят, представляется сотрудниками службы безопасности банка и получают все необходимые информации, снимают деньги, переводят и причиняют большим ущерб. А каких-либо других происшествий не было. Личным составом за неделю было подвижено 40 фактов нарушения общественного порядка и все лица причиняют этот процесс. На автостанции проводили уборку в ежедневном режиме. Со стороны работы РЖД аварий не было, график движения поездов выполняется, уборка территории ведется по плану, идет подготовка к зиме. Значит, за прошедший период аварийных ситуаций не было, график движения поездов выполняется. Значит, занимаемся благоустройством подготовкой к зимнему периоду, уборкой мусора, содержанием соответствующих наших общественных мест, это как в поле. Хотел обратиться к гражданам, знаю, что он смотрит, все гражданам, ну, вы, быть, жителям города Электрогорска, чтобы более бережно относились все-таки к имуществу, к общественному имуществу, которое мы предоставляем вам, это вот туалеты общественные. Вот. И по поводу мусора прошу, все-таки, прошу всех осознанных граждан, чтобы не переносили мусор, бытовой мусор на территорию станции, так как пик электропоездов утреннего времени, это в 4 часа и в 5 часов, вот, очень много мусора приносят, именно прямо с города на станцию. Вот. Делаю, значит, обратился в свою полицию, в это самое, чтобы сделали рейды утренние, так как идет очень массовое нарушение, как курение, соответствующее, это мусор тот же самый, который разбрасывается, так и распитие спиртных мотивов на территории станции. Вот. Прошу полицию Электрогорску, если имеют такую возможность, хотя бы несколько профилактических рейдов, каких-то провести, для того, чтобы привести, будем говорить, чистоту и благосостояние, вот именно платформы на станции, в районе автовокзала к этому состоянию. То, что сказали по поводу окоса, привлечены на 14 километров, я записал, но до моего отпуска, значит, в ПЧ выделяли трактор, проводили окос, я туда тоже приезжал, делали окос механизированным способом, вот сколько они окосили, я вышел, съездил, посмотрел, значит, дальше они, видать, может быть, не смогли, это сделать, тоже было предписание, я знаю. На понедельник, как мне сегодня доложили, тоже запланировано, значит, это выделение трактора техники, будем стараться еще окосить свою полосу отвода в этом районе границы станции. Владимир Петрович, а подскажите, там, по-моему, у них свой, да, участвует линейный, да? Линейный на полицию, абсолютно, вы знаете, в этой практике достаточно, в этой стране складывается, практически на все сообщения, у нас всех побудут в станции, как нарушили участок полиции, так же в огоне, да, практически всегда выезжают на полицию. Ну, конечно, один вот этот рейдный, не проваливайся, один вопрос. Военно-учетный стол осуществляет работу по оповещению призывников. Первая призывная комиссия состоится в пятницу, 2 октября. Военно-черный стол, на нынешнем неделе работал. Работал в штатном режиме. Проводится работа по оповещению призывников, части их прибытия на призывную комиссию. Первая призывная комиссия осеннего призыва состоится уже на этой неделе, 2-го числа, пятница. На этом оперативное совещание было завершено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова